Подошли мы с вами к вот этому дереву. Сегодня 1 сентября, поздравляю детишек своих и чужих, хотя чужих у нас не бывает в стране, все свои. Вот, ну вы видите, манджурский абрикос переделанный, видите, ветка рухнула. Еще раз говорю, это картинки просто, уже осень, уже месяц, как абрикосы отошли, ну как бы должны были отойти. Но там где тень, а загущение дикое, посмотрите вокруг, вон она, яблони, вот называется, подарок детям. Вон она, видите, абрикосы, 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 сплошная тень кругом. Посадки 2010 года. Высота уже неимоверная. Вот, показать как-то вам, я к чему говорю, тень. И в этой тени кое-что вызрело позже. Я пришел показать вам сливы, слой новый сорт, да, не, не мой, я ни в коем случае не претендую. Вот, а наткнулся на еще один манджурский абрикос, как, видите, рухнула ветка. Вот она, это рухнула ветка культурного абрикоса, вот. И урожай был такой, что страшно было смотреть, и она в конце концов не выдержала. Она была вертикальная. Что ее помогло уронить? Конечно, чуть-чуть маленький наклон, и она рухнула. А ниже растет от земли, буквально это его подвой. Когда-то подвой назывался манджурский гибридный. Видите, какой плоды получились. Вот, здесь кажется, то, чего не может быть никогда, влияние привоя, то есть гены привоя, пусть уже умирающего. Так, ну, они успели вот здесь закрепиться. И вместо манджурца классического, может быть, даже найду в старые фотографии, мы получили вполне приличные съедобные плоды. Носик присутствует, видите? Вот, чем не амур. Так вот ветка-то рухнувшая, это амур есть, поняли? Это культурная привитая, вот она, культурная привитая. Так, а не культурная, не привитая стала полукультурной хотя бы. Она потеряла морозостойкость. Влияние культурного подвоя, видите? Вот, но, еще раз говорю, вот такие морозобойные, они у меня есть практически на всех деревьях. Вот, они не мешают плодоносить, развиваться, прекрасно себя чувствовать. Почему? Они, не будучи ничем обработанные, раны не вырезаются, как положено, не протравливаются, не замазываются. Они сами зарастают 100%. Поэтому, уж этому-то подвойному манчжурцу, пусть явно потерял несколько градусов морозостойкости, жить и жить и жить. Ну, нужно ли его по-новому привателю культурной? Да нет, зачем. Во-первых, я являюсь монополистом вот в этой сфере. Вот, вернее так, мы с Бродским являемся монополистом в этой сфере. Вот, потом, еще раз, обратите внимание, я уже об этом в предыдущем фильме говорил, да? Вот, даже умирающий абрикос, то есть вот эта рухнувшая ветка. Посмотрите, вся зеленая. Вот рядом еще один культурный абрикос. Он турнейший. Вот, посмотрите. Вы видите где-нибудь следы? Ну, хоть малейшие следы грибковых заболеваний. Ну, хоть болезнь, я уж не говорю про те болезни с мудреными названиями, там, монолиосы. Я беру проще. Листья, на которых какие-то там пятнышки бы обнаружили бы вы. Листья, на которых какие-нибудь там бугристости, какие-нибудь неровности. Вот, любой, 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 любой. А серия дождей страшнейшая, да? Вот, кто ее хорошо переносит? Вот, ну, вы видите вишню, правда, которая называется. Видите, сколько там веток. Эта степная прекрасно пережила. Вы видите сливу сувенир Востока. Вот она, посмотрите, плоды уже приличные. Они еще, конечно, не догнали эту, которую я сейчас буду рассказывать. Но, опять же, листья здоровые-здоровые. Вот, абрикос, снова абрикос. Вы видите сливу, которая называется поздняя грушевидная. У нее плоды к осени. Это еще месяц. Они будут, не, не крупные. Нет? Они будут огромные. Потом я вам, надеюсь, еще вернемся сюда, покажу. Снова абрикос, снова абрикос. Снова абрикос. Хоть близко смотрите. Хоть вдали смотрите. Хоть упор смотрите. Вот, никаких следов болезней. Это при том, что некоторые сливы у меня все-таки желтеют. А груши, на них появились почерневшие листья. Получается, абрикос что? Да он наряду с яблонями абсолютно здоров. Несмотря на эту дикую сырость, которая в этом году сравнялась с сыростью Питера и Москвы. Никаких сомнений. Я все время слежу, каждый день. Каждый день слежу погоду в том регионе и в своем, и сравню, сравню. Видите, все живо. Я ведь не выбираю эти ветки специально. И, наконец, еще раз смотрим. Вот теперь, какие из них будут плоды? Вот считается как. И я раньше придерживаюсь такого мнения, что берем вот такой вот плод, да? Это сейчас мы будем говорить про новый соц. Спасибо, мне только не хватало твоей зонтика. Так, я не говорю, вот, допустим, культурнейшая слива. Взяли косточку, мы можем получить плоды мельче, такие же. И в редких случаях крупнее. А вот здесь что? Ведь у него же рядом культурные папы. Кто сказал, что если мы не можем еще больше улучшить породу, посадив и не прививая, блядь, вот эти самые. Но это только часть. А часть надо бы и привить. Вот. И получается, что у них, наверное, с той же дальневосточниками, с Амуром, с Серафимом, там, с Хабаровским, с Академиком, наверное, совместимость будет прекрасна. Вот это наши шансы есть. Вот так вот. Вот. Ну, смотрим сюда. Прежде чем попрощаться с этим культурной веткой, которая рухнула. Вот. Еще раз смотрим на эти грибы. Я вам вот что хочу сказать. Поверьте мне, не занимайтесь за теми суперспециалистами, экстренно, как себя называют. И вот. Не называйтесь, что я называю, дурью. Я уже прямо говорю. Потому что вы, ребята, в основном народ доверчивый. Вот. Прочитал. И сделал. А я говорю, прочитали на заборе? Сколько раз было? А что там за забором? Так вот. Да, это грибы. Не боритесь с ними. Это часть дерева. Это бесполезно соскабливать, бесполезно замазывать, бесполезно вытравливать. Кто-то чуть ли не паяльную лампу предлагал в каком-то дидиотском этом статье. Вот. Это часть дерева. Да, грибы доели, и дерево рухнуло. Но все это их право. Это все взаимодействие. Это пищевая цепочка. Грибы едят, едят, едят то, что им полагается. То, что мы сделали неправильно. Что здесь было сделано неправильно? Здесь было посажено на пугарочек. Так. Вот. Здесь было все прекрасно в том плане, что дерево развивалось, дало несколько урожаев. Вот. Но здесь неполная биологическая совместимость. Вот это неполная биологическая совместимость. Бич из бичей, которая, в данном случае, дерево рухнуло. И то, что грибы ели, это их право. Потому что они едят древесину, которая уже испорчена. Которая омертвляет. Не они омертвляют древесину, а едят то, что было отмертвлено. Омертвлено. Вот. И борьба с грибами бесполезна. Вот еще раз близко показываю. Это бесполезно. Это уже следствие. Никогда не боритесь со следствием. Дело в том, что если вы, кто-то вам говорит, как этот... Вот все матерные слова, какие вы сейчас вспомнили, так мысленно, надо отнести к этой фирме, которая называется... Вообще ко всем... Как их назвать таких? Интернет-магазинам. Вот. Которые, это самое... Дурят тем, что даже не знают, что продают. А пишут-то, минус 40, минус 50. Одна смоленская фирма-то вообще обнаглели, что писали, что шелковица абрикосовы держит минус 60. Так вот, чаще всего, когда вы берете привитое дерево, чаще всего она погибает из-за биологической несовместимости. Вам обещают, что подвое выдержит минус 50. Вы поверили, и допустим, правда. А при войне, ну ладно, минус 30. Но подвое минус 50 вы ждете, что выдержит хотя бы 40. А она при 20 погибла. Причем не обязательно при 20 минус. Может быть и при 20 плюс. В середине лета. Почему? Идет война. Вот она война. Гриб, еще раз говорю. Это, как ее назвать, вот когда за армией идут эти, как же их называют-то? Эх, старею, слова забываю. Когда за армией идут, ну можно сказать, как у птиц есть название, падальщики, так вот у людей есть падальщики. Вот такую же роль выполняет гриб. Вот. И я вам поэтому еще раз говорю, гриб это пищевая цепочка, не вмешивайтесь в это дело. Жрет то, что ему полагается. Бороться с грибом бесполезно. Биологическая несовместимость это главная причина низкой морозостойкости и массовой гибели привитых деревьев. Есть еще несколько сопутствующих факторов, но это главное. Вот как мог объяснил. Субтитры подогнал «Симон»